Пауза. Иван провел здесь всего лишь один бой. Выиграл у Иштвана Берната из Венгрии. На стадии Чезар-финала Сатиш Кумар из Индии не вышел на ринг из-за травмы. И вот бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и чемпионата мира в Баку 2011 года Иван Дычко. Иван Дычко помирится силами с еще одним бронзовым призером Бакинского мирового первенства Эриком Пфайфером. Эрик Пфайфер теплоза жақсы білеміз болчыгет. Баку 4-кен Алем чемпиатында қолашын дүгер атанған. Сол жарыста екі-бірдей мақты боксшыны жолынан аныстырлан ада байсақ. Роман Капитоненкі Украиналы боксшыны жеремекте 14 есеп мен ұтқан болатын. Одаң кейін Ширек финалда Файфер. Виктор Зуев Беларусиялы боксыны 18-де 15 есеп мен ұтты. Бірақ жартылай финалда. Энтони Джошуа ағылшын боксшынан айқын басымдық мен ұтлықпалған болатын сөйтіп. Алем чемпиатының қолашын дүгер атанды. Ал олимпиада ойындарында Иван Дычко мен Эрик Пфайфердің жолы бірден қиысықан болатын. Сол жек-пе-жекте бастапқы бәсекелердің бірінде біздің Иван Дычко, Эрик Пфайферді 14-те 4 есеп мен женген болатын мұны. Яғни неміз боксшының осал түсін Иван жақсы біледі, женгі болатының жақсы сүнеді. Соныттан да осы жолда біз жерлесімізге женгістілейік. Дычко мұна түсгінде. Өзі тәсіл осында асықпай жүріп панымық басатын жүгіт. Жас болса да. Жастықтың жалынымен, жастықтың бұумен алға бас көзі зұмытла бермейді. Еркін ой қастап осы бірте-бірте. Жастықтың бірте-бірте. Қас болса да. Жастықтың бірте-бірте. Жастықтың бірте. Жастықтың бірте-бірте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И очень хорошо уклонами защищается Иван. Несмотря на свои огромные габариты, достаточно подвижный боксер. Третий раунд, а он по-прежнему хорошо двигается. Как говорят боксеры, работает на ножках. Не надо, не надо подпускать соперника. Вот так все время джебом его на дистанции. Так, на автомате выбрасывает свою правую Эрик Файфер. Совершенно, наверное, и сам не надеется, что попадет. А то, что Иван сейчас уже вразрез пробивает, то следовало ожидать. Вот так все время позволять бить в перчатки супертяжу. Это чрезвычайно опасно. Особенно в концовке боя, когда на усталости не хватает концентрации. Я говорю, конечно же, про Эрика Файфера. Закончился этот бой. Я думаю, никаких сомнений нет. Но давайте дождемся официального объявления победителя. Не будем опережать события. А тут и пропускал Дочко, к сожалению. Иван Дочко становится финалистом шестым от сборной Казахстана. Именно столько наших ребят мы увидим завтра в финалах. Все трое судей отдали победу казахстанскому боксеру. И у Ивана будет возможность взять реванш у Магомед Расула Меджидова за поражение в финале чемпионата мира в Баку два года назад. Ну а для двух наших ребят сегодня Хайрата Иралиева и Берика Абдрахманова чемпионат мира завершен. Но мы от души их поздравляем с бронзовыми наградами. Это тоже высокое достижение.